от воспаления либо защемления седалищного нерва. Полезной эта гимнастика будет, если у вас есть боль в спине, если у вас есть межпозвонковая грыжа L4-L5, L5-S1. Это упражнение будет также профилактическим при варикозном расширении вен на ногах. Правообращение расслабляет мышцу, соответственно давление с рецепторов боли уходит. Постановление происходит быстрее, и мы забываем о боли. Важно упражнение за упражнением, не пропуская повторять. И вы уже в ближайшем времени почувствуете результат. Поехали! Друзья, всем привет! Меня зовут Максим Мамчук, я специалист по физической реабилитации. Также я сооснователь сети центров кинезиотерапии «Здоровый рук». Друзья, и сегодня я вам покажу гимнастику от начала до конца, пройдя ее с вами, от воспаления либо защемления седалищного нерва. Поэтому обязательно не переключайте, подпишитесь и поехали! Кому будет полезно? Полезна эта гимнастика будет, если у вас есть боль в спине, если у вас есть межпозвонковая грыжа L4-L5, L5-S1. Если у вас уже поставлен диагноз защемления седалищного нерва, вы чувствуете боль по задней, по боковой поверхности бедра, немеют пальцы ног, немеют стопа, плохо функционируют стопа. Гимнастика подойдет именно для вас. Друзья, для этого вам обязательно понадобится водичка, потому что мы должны все время пополнять водный баланс, потому что мышцы, межпозвонковые диски становятся более эластичными, когда мы постоянно пьем воду. Для этого нам необходим будет холод. Насколько парадоксально это не звучало, но да, нам нужен будет холодовой компресс, друзья. Вообще мы в наших центрах кинезетерапии здоровых рук занимаемся этими проблемами, такими как L5-S1, такими как воспаление седалищного нерва, непосредственно на вот этих тренажерах, которые вы видите. Мы создаем декомпрессию, мы улучшаем питание, купируем боль. Все контакты оставлю вам внизу, но для тех людей, которых нет возможности попасть непосредственно в наш центр, я покажу сегодня гимнастику и попрошу вас повторять за мной. Поэтому досмотрите обязательно до конца. Важно упражнение за упражнением, не пропуская повторять. И вы уже в ближайшем времени почувствуете результат. Поехали. Я работаю в IT, работа сидячая, постоянно сижу за креслом. Понятно, что начинается работа с правильной осанкой. В конце рабочего дня сидишь ногами на стол. Проблемы в спине, неправильная осанка. Это боли в спине, некоторые боли в суставах, онемение рук, когда сплю. Многие друзья рекомендовали именно реабилитационный центр. Сами прошли, занимались от года до двух. Рекомендовали мне. Я пришел, собственно, занимаюсь. Потихоньку тоже втягиваюсь в занятия, в тренировки. Не в этом центре, но да, тоже. В реабилитационном центре здоровый рук просто в другом месте. Больше всего нравится отношение персонала. То есть очень хороший, классный, индивидуальный подход. Я пришел с проблемой, мне четко обозначили цель, мне обозначили, рассказали, что, как, на какие группы мышц мы будем работать. Классно, что программы пересматривают каждые 5-6, от 3 до 5, от 6 занятий. Подстраиваются под изменения в организме, в теле. Какие мышцы больше работают, смотрят. То есть в этом очень здорово. Очень классное отношение реабилитологов. Работают профессионалы. Мне очень нравится их подход к решению проблемы. Я начал заниматься треть года назад. По результатам, как я уже говорил, пропали боли в спине. Пропало не менее рук после сна. Я пришел сюда с целью исправить осанку. Я вижу результат и продолжаю над ним работать, чтобы его улучшить. Однозначно порекомендовал бы. Есть свой пример. Есть пример других моих знакомых. Все, кто ходил, оставляли положительные отзывы. Поэтому да, я порекомендовал бы. Итак, воспаление седалищного нерва. Мы чувствуем острую боль. Поэтому начнем с разогревающего упражнения. Находим простой проем двери. У меня это вот такие вот тренажеры. Вы находите просто проем двери. Двери надо открыть и взяться за этот проем. Что мы делаем? Ножки ставим примерно в вот такое вот положение. Спинку выдерживаем ровненько. Присели, удерживаясь за проем двери до половинки. Спинку при этом держим ровно. То есть мы ее не прогибаем, потому что боль будет усиливаться. Ровной спинкой. Присел сколько смог. Встал в исходное. Два. На выдохе встал. Три. Поднялся. Четыре. Поднялся. Мы должны почувствовать, как у нас прогревается ягодица и передняя часть бедра. Пять. Руками стараемся не подниматься. Подниматься только за ног. Руками мы только придерживаемся. Шесть. Семь. Выдох вверху. Восемь. И девять. Напоминаю, спинка ровная у нас. Поясница прогнута ровная. Так называемая поза штангиста. Десять. Еще. Одиннадцать. И двенадцать. Ручками я придерживаюсь. Попа идет назад, просто чтобы я не упал. Тринадцать. Четырнадцать. И пятнадцать. И еще пять. И будет достаточно. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. Достаточно. Это упражнение будет также профилактическим при варикозном расширении вен на ногах. Также профилактическим при заболеваниях в связи с сосудистой системой. Поэтому оно разогревает ягодицы, разогревает квадрицепс, переднюю часть ведра. И является профилактикой тех заболеваний, которые я назвал. Упражнение номер два. Лежа на животе. Можно просто лечь на пол. Что мы делаем? Условно говоря, у нас болит левый седальщик, левая нога. Соответственно, мы начинаем с левой ноги выполнять сгибания. Лежа вот в таком вот положении. Раз. Согнул. Два. Три. Четыре. И. Пять. И. Шесть. Семь. Максимальное сгибание. Восемь. Девять. Десять. Два. Три. Четыре. Работаем в своем темпе. Пять. Восемь. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Достаточно. Вторая нога тоже самое. Раз. Два. Три. Четыре. И. Пять. С выдохом. Шесть. И. Семь. И. Восемь. Восемь. Девять. Десять. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Достаточно. Берем водичку и делаем глоточек воды. За одно занятие мы должны выпить примерно 0,5-0,75 воды. Упражнение номер три. Согнули ножки в коленях. Ложимся. И вот такие вот сведения стоп между собой. Свел. Ягодички я напряг в конце. Стопками прижал стопа к стопе. Раз. Развел. Два. Должен почувствовать, как работают ягодицы. Четыре. И. Пять. Также будет профилактикой женских и мужских заболеваний. Шесть. Улучшением питания. Семь. Органов малого таза. Восемь. И еще. Девять. Десять. Раз. И. Два. И. Прижимаю стопки. Три. И. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. И. Девять. И. Десять. Достаточно. После чего я беру холодовой компресс и прикладываю его через тонкую простынку, либо через штаны к месту боли. Но так, чтобы я действительно почувствовал холод. На 15, 20, 30, может максимум секунд. В зависимости от ткани, через которую вы прикладываете. Что нам это даст, друзья? В моменте мышца будет сжиматься, а сжимается, почему я показал туда на ягодицу, потому что именно там выходит грушевидная мышца, с которой выходит седалищный нерв. И он может быть заблокирован именно этой мышцей. Поэтому мы давая холод, прогрели в начале упражнения, потом давая холод, мы сжимаем еще сильнее сосуды плюс мышцу. Но после чего мозг начинает понимать, что локально произошел холод и максимально туда давать тепло, кровь, кровообращение. Кровообращение расслабляет мышцу, соответственно давление с рецепторов боли уходит. Постановление происходит быстрее и мы забываем о боли. Друзья, если есть острая боль, которая долго не проходит, обязательно обращайтесь в наши центры, контакты которых я оставлю внизу. Мы есть в Киеве, в городе Ирпень, в городе Вроцлав, Польша, а также в городе Дубае, объединено на Арабские Эмираты. А мы приступаем к следующему упражнению. Ложимся на спинку, ноги, две ножки подтянули к себе, обхватили их вот так вот ручками, голова лежит. Что мы делаем? Делаем следующее движение. Раз, поясничку подтянул, приподнял, вышел в исходное. Два, три. Можно вот две ножки прямо удерживать. Два, четыре, пять, шесть. Прессик включаем, напрягаем пресс, при этом поясница будет вытягиваться. Семь, восемь, девять, десять. И еще раз. Два, обязательно помогаем себе выдохом. Три, четыре, пять, шесть. Растягиваем поясничку. Семь, восемь, девять. Достаточно. Делаем глоточек воды и продолжаем дальше. Друзья, следующее упражнение может быть болезненно. Поэтому я рекомендую перед ним обязательно поморозить по всей длине боли. По 10-15 секунд на каждую точку. Пройтись холодом. После чего мы ложимся на спину. Нога у нас закладывается за вторую ногу. И что мы делаем? Левую ножку я захватил ручками, подтянул на себя, вышел в исходное. Снова. Левую подтянул на себя, в исходное. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. И девять. И десять. И еще пять. Раз. И два. И три. И должны почувствовать вот здесь растяжение. И четыре. И пять. Достаточно. Поменяли ногу. То же самое вторая. Раз. И потянули правую ножку. Два. И три. И еще. Четыре. Если сложно держать шею, можно что-то подкладывать под голову. Пять. И шесть. И семь. И восемь. И девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Дышим. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. И двадцать. После этого упражнения, опять же, обязательно пройтись холодовым компрессом. Он будет снимать отек, обезболивать, после чего улучшать кровообращение. Друзья, и финишное упражнение. Нам надо будет вот такое вот полотенечко. Я сажусь у стенки. Ноги у меня согнуты. Скорее всего, вам будет болезненно их выровнять. Поэтому мы, собственно говоря, это и проработаем. Стеночкой к стеночке я прижимаюсь максимально попой. Ставлю ножки на свое полотенечко. И что я делаю? Скольжу по полу, выравнивая ноги. До той амплитуды, сколько позволяет вам боль. Раз. Вернулся в исходное. Два. С выдохом обязательно. Вернулся в исходное. Три. Поднажал ручками, помог. Вернулся в исходное. Работаем по краю боли. С каждым разом добавляя амплитуду. С каждой тренировкой увеличивая амплитуду. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. Поднажимаю ручками. Терпим боль. В остроту сильную не залазим, но поверхностно терпим. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. И. Тринадцать. Четырнадцать. И. Пятнадцать. И еще пять. Раз. И. Два. И. Три. Четыре. Достаточно. После чего берем холод и снова проходимся полностью по всей длине места боли. По 10-15-20 секунд. Друзья, я надеюсь, вам понравилась гимнастика. Я надеюсь, что уже после нее вам сразу стало легче. Я более чем уверен, что так произошло. Если это все-таки так, обязательно перейдите на канал, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, прокомментируйте, дайте мне обратную связь, дайте мне знать, как произошла ваша гимнастика, насколько легче вам стало. И следите за нашими следующими выпусками. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok